Здравствуйте! Сегодня в нашей программе речь пойдет о том, что всегда было главным связующим звеном между разными странами и народами – искусстве. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что население области с большим одобрением поддерживает эти проекты. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью Российской Федерацией. Хореограф, постановщик балета, народный артист СССР Юрий Григорович. Декорации изготовлены по эскизам лауреата Госпремии СССР покойного театрального художника Симона Вирсаладзе. В новой постановке роль Мехмена Бану исполнила народная артистка России Светлана Захарова. Роль Фархада – ведущий солист Большого театра Денис Родькин. Роль Ширин – заслуженная артистка России Нина Копцова. Как отметил хореограф-постановщик балета Юрий Григорович, балет «Легенда о любви» по мотивам пьесы выдающегося турецкого писателя Назам Хехмета впервые была поставлена более полувека тому назад – в 1961 году на сцене Ленинградского государственного театра оперы и балета. В новой версии балет увидел зрителей уже на новой сцене Большого театра после капитального ремонта. По словам Юрия Григоровича, хотя их постановки балета произошли, некоторые изменения музыканами осталось прежней. В свою очередь Ариф Меликов отметил, что Большой театр – очаг искусства, сосредоточивший в себе самые передовые образцы мировой культуры и возвращение легенды о любви на главную сцену России – триумф азербайджанской культуры. Как подчеркнул композитор, этот праздник культуры пересек границы нашей республики. Ведь любовь и искусство не признают никаких границ. Любовь в Азербайджане и в России, да и во всем мире понятия одинаковые. Министр культуры и туризма Бульфас Гараев отметил, что премьера «Легенды о любви» в Большом театре – очень важное событие для азербайджанской культуры. Следует отметить, «Легенда о любви» впервые была поставлена в 1961 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Через четыре года этот спектакль увидел свет на сцене Большого театра. Этот ароматный и очень вкусный фестиваль проходит здесь уже в третий раз. В этом году он прошел в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева и собрал многочисленных гостей, как зарубежных, так и местных. Глава исполнительной власти района Борис Агаев остановился на национальных традициях многочисленной продукции, производимой из разных сортов яблок, которыми славится губа. Заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев отметил заложенные на 14 тысяч гектаров новые яблоневые сады, сказал, что сегодня их площадь увеличилась еще на 5 тысяч гектаров. В рамках праздника в парке были созданы различные композиции, посвященные яблокам, проходили выступления местных самодеятельных коллективов, участники фестиваля угощались сладостями и соками из разных сортов яблок. Развернутые стенды рассказывали о проживающих в районе и представителях многочисленных народов, их национальной кухне, традициях и обычаях. Большое впечатление на гостей произвел карван автомобилей, груженных яблоками. Посол Индии Винод Кумар отметил, что и в минувшем году участвовал на празднике, но нынешний организован более масштабно. Дипломат надеется, что в следующем году фестиваль будет еще интересней. По его словам, местное население очень гостеприимное и трудолюбивое. Временный поверенный в делах Кыргызстана в нашей стране Айчигит Буранов также второй раз участвует в празднике яблок. По его словам, губа неузнаваемо изменилась, по отношению людей отчетливо видно их хорошее благосостояние. Своим трудолюбием они вносят вклад в развитие Азербайджана, сказал дипломат и отметил красоту губы, великолепие ее природы. Гости отведали блюда и соки, приготовленные из яблок, ознакомились с изделиями местных ковроткачей, гончаров, медников. Большой успех выпал на доле силачей и канатоходцев. Фестиваль продолжился в Велевом театре концертной программы известных мастеров искусств нашей страны. Итальянский историк Луи Перри после многолетних исследований пришел к выводу, что у знаменитого художника Леонардо да Винчи могли быть азербайджанские корни. Как выяснил ученый, мать да Винчи была мусульманкой, родом из Азербайджана, которой рабыни привезли в Италию. Также восточные корни Леонардо да Винчи можно проследить по отпечаткам пальцев на его картинах. Анализ показал, что центральный узор на левом указательном пальце Леонардо присутствует у 60% жителей Востока. Уважаемые зрители, надеюсь, те, кто регулярно смотрит нашу программу, уже узнали это место. Мы снова в городе-крепости и через Шехер. Направляемся в художественную мастерскую. И пока мы идем по старинным узким улочкам, хочу сказать, что сегодня мы будем говорить об искусстве и о создателях прекрасных, но в то же время интересных произведений, где не черпают вдохновения, что их волнует. Речь пойдет о людях искусства. Но вот мы и на месте. Именно здесь, в Ичири-Шехер, расположена мастерская художника и незаурядного человека Али Шамси. Лысый бородатый с косичкой босой мужик. Вот как себя скромно описывает сам художник. Но под этим кроется целый мир, богатый яркими красками, безумными фантазиями, глубокими размышлениями и любовью. Али Шамси – замечательная личность. С ним безумно интересно беседовать. И к его мнению хочется прислушиваться. Это человек, который может заставить смеяться, но в то же время задуматься над своими словами. Многочисленные выставки в различных странах не сделали его тщеславным или заносчивым. Эти чувства ему просто незнакомы. Он напрочь лишен суетности этого сумасшедшего мира и очень трезво оценивает свои работы, слегка иронично и отстраненно. Ну что ж, оставим мастера в его в красочном мире. Нас ждет встреча с новым героем. На территории старого города находится три караван-сарая, возле которого мы находимся, называется Кичик-караван-сарай. С перевода на русский – это «малый караван-сарай». Он был построен в XII веке. На его территории сегодня находится галерея «Арт-галери», где происходят замечательные камерные выставки. Одним из таких духовных плодов стала персональная выставка художницы Инны Костины. В экспозицию вошло около 50 работ в жанре рисунка и батика. Инна Костина считает, что в каждой картине должна быть загадка. И каждое ее полотно подтверждает это. Есть свои загадки и в батики Инны Костины. В этих работах заметно влияние средневековой азербайджанской миниатюры, но творчески переработаны. Одна из любимых работ называется «Лунный симург». Такое вот существо, может быть даже… Все-таки это мальчик, я так думаю, хотя украшен обильно, там, скажем, восточными украшениями. Такой очень добродушный вечерний мальчик, ночной мальчик, вышедший на прогулку с позитивными эмоциями, очень хорошими. А по живописи, да, здесь лисировки, здесь живопись с использованием лака, специальная подкладка. То есть на работу уходит очень много времени. Но они сделаны с хорошей энергетикой. Это самое главное. Несколько лет назад, после персональных выставок Костины в Норвегии, два ее панно были куплены для музея Статыл. В этом интересном самом по себе факте кроется и дополнительная изюминка. Фонд данного музея, кстати говоря, очень крупный и солидный, по традиции комплектуется из произведений не только высокохудожественных, но и исключительно отечественных, то есть норвежских. Таким образом, Инна Костина стала первым азербайджанским и вообще зарубежным художником в числе авторов музея Статыл. Если говорить об азербайджанских живописцах, то они являются приверженцами традиционной живописной школы, одной из лучших на пространстве бывшего Советского Союза. Вот уже 70 лет в Азербайджане действует союз художников. Ее секретарем является заслуженный деятель искусств, народный художник Агали Ибрагимов. Прежде чем подняться к нему в гостиную, надо перейти через первый этаж дома, откуда со стен смотрят люди, животные, предметы, деревья, луна и ветер, изображенные на старых картинах и иконах. Я не показывал свои картины долгое время, больше, наверное, около 30 лет. Но я работал. Ну вот недавно, мне исполнилось 65 лет, в Министерстве культуры и туризма предложили мне сделать персональный выскоп. Правда, если они не предложили, я бы опять-таки не сделал, потому что я думаю, что это не главное показывать, главное творить. Характер художника отражен в его работах. Полотна Агалии Ибрагимова – это откровение на грани разума и чувств. Каждый человек может увидеть себя в его картинах и в то же время понять, что чувствовал в момент создания картины художник. Жизненный путь Агалии Ибрагимова насыщен творческими поездками по миру, что очень повлияло на стиль письма художника. Судьба человека, его место предназначения и миссия на этой земле, раздумья об ином мире, вечность – ключевая тема художника. Главное жизни – это своя позиция и кредо. Агалий Ибрагимов бесспорно принадлежит к тем художникам, которые нашли свой путь и вошли в сокровищницу истории азербайджанской живописи. Свобода творчества – такой главный девиз замечательных художников и людей. Их работы представляют собой лишь отражение души. И если вы хотите узнать художника, то взгляните на его картины. Для одного из великих русских поэтов начала 20 века Азербайджан стал иллюзией Персии. Он всегда мечтал попасть в эту страну. Но путь туда был закрыт для граждан революционной России. И чтобы не разочаровывать поэта, его целых два часа возили по Каспийскому морю, высадив у берегов поселка Мардакян, недалеко от Баку. Увидев женщин в чадре, поэт поверил в то, что, наконец, его мечта сбылась. «Прощай, Баку, тебя я не увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг». Эти строки принадлежат великому русскому поэту Сергею Есенину, который последние годы своей жизни творил в Баку. В 30 километрах от Баку в поселке Мардакян находится дом музея Сергея Есенина, в котором он жил с 1924 по 1925 годы. В этот период были созданы такие известные произведения, как баллада 26 «Первое мая». Под влиянием азербайджанских поэтов, с которыми дружил Сергей Есенин, создавались персидские мотивы. По поводу пребывания Есенина в Баку существует немало мифов. Один из них – рассказ о том, как его, страстно желавшего попасть в Персию, Чагин, второй секретарь ЦК и друг поэта, посадил в Баку на корабль, долго катал по Каспийскому морю и в итоге привез в Мардакяны. Сказали, что это и есть Персия. По поручению Кирова, в то время руководителя Азербайджана, Чагин создал для Есенина иллюзию Персии – страны сказки, ласкового и шафранового края. Усилия друга оказались не напрасными. В Мардакяны Есенин завершил свой знаменитый цикл «Персидские мотивы», написав стихотворение «Быть поэтом это значит тоже», «Глупое сердце не бейся, руки милой пара лебедей, отчего луна так светит тускло». Сегодня на месте бывшей дачи Муртузы Мухтарова находится Мардакянский дендрарий Национальной академии наук Азербайджана. А на территории дендрария в небольшом трехкомнатном павильоне располагается дом-музея Сергея Есенина. Бывшая летняя резиденция нефтяного миллионера Мухтарова с ее оригинальной системой сообщающихся колодцев и бассейнов, уникальными архитектурными сооружениями, экзотическими растениями и животными казалась настоящим райским уголком среди безводной солончаковой степи Абширона. Здесь поэт ненадолго обрел покой и умиротворение. Вот и попал благодаря тебе в обитель дальнюю трудов и чистых нек. Говорил он, цитируя Пушкина. Увидев мордокянскую природу, увидев эту красоту, увидев в своей жизни впервые у нас в мордокянах инжирные и виноградники, он думал, что это редкие растения, которые у него народ не видел. И он сказал, что это только такие редкие растения, только растут в Восточной, это только в Иране. И он думал, что это Иран, но когда он увидел наши женщины в Чадре, он думал, что это и есть Персия. Всю дорогу Есенин говорит Чагину, как красив Персия. А Чагин всю дорогу молчал, ничего не сказал. Когда они дошли до этой дачи, эта дача полностью была в восточном стиле. Увидев эту красоту, увидев, здесь бегали джейраны, были павлины. И увидев эту красоту, он думал, что на самом деле это и есть Персия. И говорит, как красив Персия. А Чагин тогда ответил, дорогой Сережа, ты ни в каком Персии, ты находишься у нас в Баку, один из сел Баку, мордокяна. И Силин сказал, я же всегда думал, что вдохновляет восточных лириков до такой степени, они пишут с таким талантом, который нет у нас. Что вдохновляло? Вот сейчас я нашел на это вопрос, ответ на этот вопрос. На самом деле восточных лириков вдохновлял. Те самые восточные земля, сейчас, которые в данный момент я нахожу, меня тоже вдохновляла эта земля. Где бы я ни находилась, эта земля меня вдохновляла. И Баку назвал своим вторым родином. Музей Есенина был открыт в 1975 году, в день 80-летия со дня рождения поэта. Музей проводит различные мероприятия, посвященные творчеству Есенина, на которые приезжают как политики, так и деятели культуры. Есть книга отзывов, где гости из дальнего зарубежья, жители страны СНГ, деятели политики и культуры оставляют свои добрые пожелания. Вот одно из них. Милые, дорогие мои, хорошие, низкий поклон вам за гения земли русской. Берегите себя и память о нем. Искренне ваш исполнитель роли Есенина Сергей Безруков. Среди мест, повлиявших на жизнь и творчество великого русского поэта Сергея Есенина, нужно обязательно назвать и сам город Баку. «Не могу долго жить без Баку и бакинцев», признавался Есенин друзьям. «Опять приехал к вам». В самом центре города Баку, на улице Мирзиебрагимова, в доме памятники архитектуры XIX века, находится квартира, которая связана с именем архитектора Гаславского. Хозяйка этой уникальной квартиры, единственная родственница архитектора Гаславского, живущая ныне в Азербайджане, Вера Георгиевна, бережно сохранила в своем первоначальном виде интерьер квартиры, созданный еще в начале XX века. В 1925 году хозяева квартиры гостеприимно принимали здесь великого русского поэта Сергея Есенина. В архивах сохранились письменные свидетельства современников и друзей поэта о встречах с Есениным. Все люди молодые, все люди энергичные, люди, которые не лишены вот такого поэтического отношения к жизни. Собираясь вот здесь, это уже воспоминания моей мамы, которой тогда было 11 лет. Вот, например, такой эпизод рассказывал Непряхин Федор Семенович, что однажды устроили, значит, все невысокие, кстати, Непряхин небольшого роста, и Есенин тоже невысокий, устроили перепляс. Кто кого перепляшет на этом столе? Вот такой эпизод, прямо на этом. Просто он был раскрыт, огромный стол, до зеркала почти. И вот так вот устраивали. Теперь это комната-литературная гостиная при Русском культурном центре. Здесь часто звучат стихи, музыка. И это говорит о том, что не меркнет для людей ясный свет есенинской прозы. Здесь ничего не изменилось с 20-х годов прошлого века. Сохранилась та обстановка, которая окружала поэта в этом доме. Старинное зеркало, где отражалось его лицо. Большой ценный стол, за которым он сидел. Хозяева дома сумели сохранить даже оригинальные обои начала 20-го века, не говоря уже о старинной мебели и старинных предметах. Мандолина, на которой любил играть поэт. Последнее стихотворение Есенина, напечатанное в бакинском рабочем. И театральная программка, которая напоминает о любопытной истории. Есенин идет в театр послушать Примадонну Хатиму Мухтарову. Она была, ну, еще по рассказам всех наших стариков, это было нечто. Она выходила вот в таком прекрасном восточном костюме, но она соблазняет Самсона. И у нее это все великолепно получалось. Плюс очаровательный голос. И вот во время спектакля Есенин заходит, идет спектакль. Он где-то там в начале проходит через ряды и как загипнотизированный движется. Пытается пройти на сцену, идет спектакль. Его останавливают, уводят в сторону. Но он дожидается, когда она пройдет за кулисы и вот ждет. А когда она выходила со сны, на нее всегда набрасывали пурпурный плащ. И вот эта красавица, пурпурный плащ, и вдруг он неожиданно к ней подходит и берет его на руки. Поднимает и вот застывает. Она у него на руках. Вот этот такой, понимаете, славянский, красивый человек держит на руках прелестную восточную красавицу. Это было необычное зрелище, все видевшие это не забыли. Тяжким было расставание Гессенина с Баку и бакинцами. Бакинская действительность благотворно повлияла на его поэтическую деятельность. Помогла снова обрести себя, познать радость жизни и покой. И на прощание великий русский поэт сказал, «Одя по улицам Баку, я не чувствовал за собой тени». Если в прошлом веке русский поэт писал свои известные произведения в Баку, то сегодня азербайджанских художников на создание полотен вдохновляет уральская природа. Известный уральский живописец, график, монументалист и скульптор, уроженец Азербайджана Мирзам Амедов живет в Екатеринбурге почти 30 лет. Он принадлежит двум народам, двум культурам. Поэтому в своих работах сохранил яркость, солнечность и теплоту родного края. Но говорит, что если все же вернется на родину, то первое, что нарисует, будет уральский пейзаж. Деревня, изба, снег и березы. Мирза Абезович Мамедов родился в Азербайджане. В 1982 году приехал в Свердловск и уже с 1983 года начал участвовать в художественных выставках. Через 14 лет в 1997 году окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию по специальности монументальная живопись. В настоящее время Мирза Амедов член Совета художников России, доцент кафедры рисунка Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Мирза Амедов художник, пришедший с Востока и сохранивший дух яркого, солнечного и теплого края. Это чувствуется в его восприятии уральской земли, поэтичности образов, солнечном свете, который можно ощутить во всех его работах. У меня две родины – Азербайджан и Россия. То и другое родины я очень люблю. Мои картины отражаются и тема, где я родился, где я вырос, и тема, где я сейчас живу. Прекрасно владея академическим рисунком, Мирза Амедов в то же время предпочитает работать в смешанной технике – пастель масла. Эта живопись поражает роскошной цветовой гаммой, высоким психологизмом и очень самобытной палитрой. Его внутренний мир невероятно оригинален, небовторим и выражен так хорошо, как, вероятно, автор этого хотели. То есть есть абсолютное слияние внутреннего мира с внешним совершенством, с манерой рисования и техникой рисования. Мастер живописных пейзажей, натюрмортов, портретов, Мирза Амедов создает и тонкие философские работы в карандашной технике. В них неизменно сочетаются поэзия и мифология, сказка и эпос, воспоминания о судьбоносных моментах человеческой истории и размышления о днях грядущих. Художник использует возможности только карандаша и бумаги. Как подчеркнули в Доме художника, тонкое лучистое сияние исходит от этих небольших и золотистых по духу карандашных работ. Выставка называется «Карандаш бумага». Здесь желание показать силу карандаша и бумаги, которая и с помощью этих элементов, простых инструментов, показать силу этих возможностей карандаша и бумаги и рисовать те ситуации, которые каждый день с нами, происходят с нами, с нашими друзьями. Каждый созданный Мирзой Мамедовым маленький уютный мир наполнен до краев радостью. Творчество художника направлено на постижение идеи и создание нового витка осмысления мира. Его искусство воспроизводит существенное и значимое во всех явлениях и нитях переплетение мировоззрения. Его работы находятся в частных собраниях на Урале, а также Америке, Германии, Саудовской Аравии и Израиле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он мечтал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok